всем привет давайте посмотрим как сделать ночное небо в андреал энджин пятой версии по сравнению с четверкой здесь вроде как намного легче сделать ночное небо ночь вообще и настраивать особо ничего не надо вот у нас стандартная сцена солнце с ее бликами да и так далее теперь необходимо поставить ночь что нам гораздо проще сделать это во первых как обычно мы выключаем скажем освещение у солнца то есть мы убираем его интенсивность у него 10 сейчас то и давайте поставим на 03 примерно вот уже что-то подходящее так блики мы тоже уберем это у нас постпроцессы были давайте будем выключим вот уже принципе все отлично давайте солнце немного увеличим потому что как будто бы луна она находится близко по сравнению с солнцем значит она должна быть больше хотя бы чуть-чуть то есть для того чтобы начну сделать вам необходимо запомнить все необходимые параметры которые необходимо будет изменить я повторил три раза слова необходимо в общем смотрите солнце у нас определенного размера да также мы можем заменить white color это у нас освещение которое дается но в данном случае так как ночь она ближе к синему цвету но тоже не надо сильно заигрывать с данным случаям но вот так вот более-менее похоже вот по освещению на земле окей поставим также можно температуру подрегулировать да смотрите и получается так что у нас но температура 4000 это ближе к красному нам конечно надо в районе восьми с половиной тысяч но слишком получается синий цвет давайте попробуем ближе к черному выставить ну в общем такое на очень много подбирать необходимость температуры тем более так ну чего не хватает облака то вроде есть небо вроде есть такое синевато темненькая да но не хватает как бы звезд которые нам необходимы так для этого мы перейдем на сайт это у нас сайт solar system scope здесь мы можем найти самур и star то есть вот допустим то небо хорошем качестве со звездами и мы как раз таки можем скачать ну допустим вот это да старый milky way делаем довод допустим 8к раз будет шикарно я уже скачал давайте интегрируем его сюда так чтобы настроить основное небо с данной текстурой нам необходимо изменить уже оригинальную то есть если нажать на sky сферу у нас получается что мы можем найти материал вот он материальчик из которого она состоит давайте сделаем дубликат никогда не изменяйте уже встроенные в движок то скажем материалы и это потому что они у вас измениться везде так и перенесем это все в нашу папочку контент именно тот дубликат который я сделал все мы его сюда вот перенесли давайте сразу заменим вот имя поменялось и теперь откроем этот материал будем немножко изменять так нам необходимо закинуть данной текстуру 8к сюда данном случае у меня 8к и мы будем так скажем сочетать данные данные материалы нам необходимо но до верт так мы будем ставить основную текстуру на а на б и альфа у нас будет выполняться вот эти ноды так и основную подключаем и миссии в кого давайте проверим как она вообще выглядит как вы видите появилось небо но есть нюансы до определенные которые вот смотрите вот здесь вот звезда появилась но прямо на горизонте вот они какие-то немножко растянуты это даже и получается это косяк можно их попробовать чуть-чуть сгладить изменить давайте проверим и сделаем это так двигаем нашу текстуру из нее мы выносим ноду мультиплай подключаем на а сейчас мы будем создавать так скажем регулировку нашей текстуры по сфере так необходимой нам также текстурная координата для того чтобы изменять какие-то размеры соответственно вы скорее всего понимаете текстур координат далее нам необходимо сделать маску компонент маск выберем давайте наверно g скорее всего подойдет копируем ноду мультиплай ставим сюда и нам необходимо сделать вычитание одна из нод это вон минус так но и соответственно нам надо отрегулировать полученные значения лучше сделать конечно квэмпом пусть от нуля до единицы это все будет регулироваться как раз таки минимальное значение и максимальное стандартное оставляем так и вот здесь мы будем параметры давайте введем можем конечно параметр можно просто вручную изменять как необходимо введем значение 0 9 предположим пока сохраним так давайте все проверим да вроде все нормально сохранили давайте сделаем из этого instance для того чтобы менять значение зайдем сюда так выставим наш параметр и будем его крутить смотрите 0 9 мы немножко приподняли да но вот текстура все равно растягивается здесь немножко надо подбирать скорее всего может быть самой текстуре где-то косяк может быть растягивает именно из-за этого все вот видите да значение больше единицы получается вот этот вот эту линию горизонта по сути поднимает выше то есть мы можем сделать так чтобы у нас получается звезды были ну где-то вот отсюда начинались то есть здесь не было звезд и это неправильно сейчас отруглером можно сделать прям в минус но мы соответственно ничего не увидим здесь ниже горизонта давайте вот так вот здесь получается немножко такой туманчик создается и плавника переходит сохраняем 09 оказалось что одна из самых достаточно хороших значений по данной текстуре как минимум и если мы запустим от персонажа видите да но ночь как ночь здесь мы практически давайте посмотрим ничего не видим во первых а у нас освещение так как текстура темная и получается что освещение текстуры некорректно будет отображаться чем светлее текстура на земле допустим на предметах она будет ярче в данном случае мы можем ставить лампы где-то определенные до чтобы мы могли все это видеть все необходимые детали то есть принципе приемлемо и хорошо на этом все до скорой встречи друзья возможно следующем ролике я вам покажу как сделать в четверке сколько там необходимо сделать действий но и ванна давайте еще кое-что добавлю так же мы можем постпроцессом какие-то действия изменять то есть давайте вот на солнце чуть-чуть прибавим так 06 поставим вот освещение получше здесь текстура конечно совсем хиво отображается но может быть это лайк кого но все равно да вот текстуры те которые темноте отображается не очень хорошо мы ставим на наш постпроцесс есть такая такое свойство вы как давайте покрутим вниз xx пассив соответственно у нас compensation мы можем уменьшать и у нас получается очень темно то есть вот таким значением вы можете и осветлить какую-то темную сцену да и соответственно постпроцессом убавить вот в принципе какие-то определенные значения уже показывают текстуры более-менее видны и не кажется что это совсем день ну на этом уж точно все до скорой встречи пока